Я Лариса Гузеева Андрея не заинтересует женщина формата «своя в доску» и не увлечет дамы с дурным вкусом. Его идеал – утонченная высокая девушка, модельной внешности, с длинными пальцами и с тонкими лодыжками, которая владеет языком тела и умеет заставить мужчину с собой восхищаться. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я прям не пойму, прям такие точные – 178 до 183. А если вы ее возьмете, ее слишком молодой, так она же может еще сантиметров на 5 вырасти. Они же растут, как собаки сегодня. Молодые-то. Смотря, что она будет употреблять, конечно. Чем накормите. Ну, вроде нестандартный, стильно одет, мне нравится. Глаза красивые. У вас была жена, сколько с ней была разница в возрасте? О, я что-то не считал, но мне было 34, ей было 17. Вот в первый день. Ну, в два раза она была у вас моложе. И вы с ней прожили? 19 лет. 19 лет. А уехали на Кипр сразу же, после женитьбы? Или вы уже там жили? Там, там жили, да. Мы дружили, любили и там жили. Ясно. Ребенок родился, слушайте, вы так смотрите, Ольга – подруга. Да, Ольга. Вам Андрей нравится как мужчина? Слава богу. Мне нравится. Как друг он прекрасен, как художник, но у меня свои параметры. И сколько у вас детей родилось в браке? Один ребенок. Один ребенок, и все было прекрасно. Да. До тех пор пока что? Пока не возникли вопросы о реализации. Ее? Самореализации, да, ее. Ну, такая творческая натура, с ним будет трудно. А когда женились, вы оговорили, что она будет учиться, получать образование, потом пойдет работать или она не пойдет работать, как-то вы планировали же, да, совместную жизнь? Вы знаете, не планировали. А почему? Потому что было слишком хорошо. Ну, это понятно. То есть она была влюблена, я был влюблен. И уже мы не думали о совместной жизни, не думали, как мы будем стратегически его выстраивать. Андрей, что за круг общения появился, и у нее она слетела с катушек? Ну, лет семь назад у меня появился успех. Все пошло в рост, что касается искусства. Она за вас радовалась? Естественно, мы были вдвоем в искусстве. Она перенимала какие-то мои сильные стороны, я подсказывал. Как бы была такая совместная творческая семья. Она тоже рисовала? Научилась. Вообще у нее главный акцент был на фотографировании. То есть это арт, такое арт-фото, именно концепри-арт, современное искусство. Ну, я не понимаю. Ну, ничем. И как бы возник такой хороший диалог, ощущение безопасности. И вдруг появилась, наверное, ревность. Андрей, это не ревность, это называется зависть. Давайте называть все вещи своими именами. Ну, может быть. Слушай, она меня вообще напоминает какого-то актера. Я вообще люблю креативных людей на самом деле. Она как-то высказывала какие-то эмоции? Летели вам в голову ее? Только депрессия. А как выражалась эта депрессия? Ну, человек, например, ложился в пять ночи и просыпался в два часа дня. А кто ребенком занимался? Я. То есть мама совсем отошла, да, от этого дела? Именно так. Не побухивала? Ну, у нее образовался свой круг. Потом я пробил по своим знакомым. Что это за люди? Ну, как бы сказать, люди, так сказать, поверхностные. Не буду их тоже там оскорблять. Но слухи о них ходили очень скверные. Это и алкоголь, и наркотики, и групповые, так сказать, развлечения. Понятно. От этого вдруг обвинение в ваш адрес, что она с вами потеряла лучшие годы? Да, конечно же. Но это как бы самое распространенное. Что она вам молодость, а вы ничего? Да, я тебя любил, а ты... А чего хотела-то, ну, в результате? Вы знаете, человек, когда впадает в такую ситуацию жизненную, он должен ее, в принципе, пройти. Я, в принципе, знал, что так все закончится, потому что человек не догулял. Кстати, а как ее отношения менялись, деформировались по отношению к дочери? Ну, в последние годы, да. Ну, знаете, здесь тоже, я уже разбирался в этом вопросе, обдумывал его. Когда два человека любят друг друга, третий лишний. А кто у вас третий появился? Ребенок. То есть это... Охренеть. Дело в том, что когда люди любят друг друга, то как бы, ну, недодают, назовем так, недозамечают ребенка. Они полностью цельны друг в друге. Нет, по-разному бывает. Ну, я считаю, что если пара создала семью ребенка, то два человека должны полноценно вкладываться в брак и воспитание ребенка. Скажите, дочке сколько сейчас? 13 лет. Она с вами? Да, живет со мной. А с матерью видится, встречается? Встречается. Вам сейчас дочь не мешает? Нет, абсолютно. Я у нее учусь. Это наше будущее. То есть женщина, с которой вы сегодня познакомитесь, и вдруг у вас все сложится, любовь и так далее, она должна будет принять тот факт, что вы живете с ребенком? Да, конечно. До 18 лет. А если у нее уже есть дети? Вас смутит? Скорее всего, смутит. Скажите, пожалуйста, Ольга, а вы с какой стороны подруга Андрея? Вы менеджер его? Это мой администратор. Я ему помогаю, как и в жизни деловой. Вот пришла сюда помочь ему найти хорошую пару. Ларис, у нас, к сожалению, мне бочк хотелось бы посмотреть на съемный дом, но у нас есть видеомастерская. Съемный дом? Да. Вы снимаете же, да? Да. А доход у него какой, администратор? Доход бывает разный, но это же... Ну что? Это все картины. Иногда бывает, продадим картину за 10 тысяч, иногда за 5, иногда за тише. Я сейчас веду в курс дела. Ладно, давайте посмотрим на ваши картины. Здравствуйте, я занимаюсь в студии. Добро пожаловать в себя. Вот это мое, называемое хранилище работ для узкого круга, не для, так сказать, людей, которые не посвящены. Наверху мы там живем. С дочкой, с собачкой. Внизу в студии. Это место, с которым я начинаю день, каждый день. Оно меня вдохновляет своим минимализмом. Здесь есть все для начала размышлений. Хотел бы разделить это начало со своей музой. Я бы смогла быть его мамой, завела в мастерской. Вообще у него такие интересные картины. Меня напоминает, честно, чем-то Пикассо. Важно, чтобы она готовила, убиралась. Ну как, за собой следила, конечно же. Нет, ну а в доме-то? А где она же будет жить? Нет, у вас есть прислугу? У вас деньги есть на прислугу? Кто вы... или она должна готовить? Я вот эти моменты... Никто ничего не должен. Просто за собой... Как никто не должен? Прекрасно готовит. Прекрасно готовит. Нет, давайте, слушайте. Убед, ну как-то, ну уже взрослая и жилет. Смотрите, например, у меня с 24 лет домработница. Я к этому привыкла, но я сама умею при этом делать все. Вы живете с домработницей или вы думаете, как пойдет? Послушайте, я знаю, что в истории с вашей бывшей женой у вас были как раз претензии, что она перестала готовить борщи и убираться. Спала только целыми днями. Поэтому Роза задает вам конкретный вопрос. Мы будем рассматривать женщину, которая приучена вести хозяйство, она умеет убираться, там, стирать, машинку загрузить, готовить. Или вы говорите, нет, боже, я сам хорошо готовлю, а все остальное челядь справится. Нет, конечно, но это все обоюдно. Ничего не обоюдно. Это условия у нас или... С этой луной в знаке рак ему обязательно важно, чтобы женщина выполняла материнские функции. Даже не столько хозяйственные, сколько она должна уют создавать дома. Вот это ощущение, что пахнет пирогами, что диван мягок, что удобно, всем комфортно. А как это делать с длинными пальцами фотомодельной внешностью, с которой надо укаживать? А вот одновременно у мужчины венеровцы... Единственное, в этом вижу плюс, что может она мыть полталки, например, да, без помощи, там, лестницы. А вот одновремянки. Непорядок – это самое важное в семье. Но, конечно, хотелось бы, чтобы была домработница. Извините, вы в шубе. У вас кости больные, потому что, ну, Андрей, 53, уже все-таки шестой десяток. Это чебурашка называется, Рус. Мы болим. Нет, я просто себя чувствую. Это имидж. А может быть, начало подагры, и уже там кости ломит. Молодух, кто хочет. Кто-то ходит в беретах, кто-то в желтых рубахах. Ну, поверь художник. Поверь художник, что не болеет. Окей. Значит, вы хотите фотомодельной внешности. При этом, как я понимаю, вы не умеете распоряжаться деньгами. Правильно? Содержать жену будете? Я знаю, сколько я трачу. Просто ей отдают все деньги. Она, наверное, умеет распоряжаться. У Андрея для денег сейчас есть я. Но я буду очень рада разделить свои обязанности с его избранницей. Нет, тогда, послушайте, тогда мы, ну, если женщина будет, ну, без экономического образования и тоже такая же транжира, как вы, тогда вы все без штанов ходить будете. Ну, если только, не будете вы работать, да, как бухгалтер, собственно говоря. Так, с его подругой бухгалтера, я думаю, мы подружимся. Я думаю, мы подружимся. Я люблю находить общий язык со всеми людьми и думаю, она будет не помеха нам. Честно говоря, достаточно сложный для меня клиент. А то художник. Ну, и шо теперь художник? А, вот здесь вот немножко. Вы хотите, молодух, знаете, у нас художников это, у нас он бизнесмены в очереди стоят, понимаете? Ну, что бизнесмены? И то молодух не хватает без детей, без сего и готовы содержать. И не просто держать, а мамы не горят. А у вас доходы практически... Я специалист в искусстве. Да. Просто сложная задача. Только рост какой. Давайте начинать знакомиться. Вообще я хочу сказать, что гороскопически я сейчас вынесу суждение, которое присутствующим не понравится. Я считаю, что вам либо быть успешным в искусстве, либо жениться. Если вы не хотите для мира погибнуть, как гениальный художник, в 53 года можно уже и успокоиться. Проходите и знакомьтесь с первой невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, меня зовут Аврора, и я мудрая, как змея. И, возможно, тебя не расстроят мои каблуки. Будем знаком. Аврора, 30 лет. Оперная певица и владелица бренда по изготовлению вещей из кожи питона. Живет в Санкт-Петербурге. Признается, что часто перебивает собеседника. Предупреждает, что спит всегда обнаженный. Аврора пожалела несчастную подругу и временно подселила ее к своему возлюбленному. Но никак не ожидала, что парочка начнет дружить против нее. Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса, а подожди прямо с самого начала. У нас ведь жених принципиально по поводу роста, но при этом утверждает, что у вас глаз, глазомер прям такой, не глаз, глаз, алмаз. А можете определить вот рост нашей невесты? Ну, это, наверное, метр восемьдесят три. Метр восемьдесят три, пойдем померим. Восемьдесят два. А каблуки не снимают? А почему она не сняла? А почему каблуки не сняла? Не, ну это два метра буду, да, это два метра. А я туда не затянусь. Ты сама ручку такую подними. Повыше. Не-не, поднимай ты этот нож. А я опустила. А каблук, Роза? Ой, я вот так вот, вот, вот. Роза, каблуки-то есть, но там сантиметров двенадцать, наверное, с кофюмой тринадцать. Сколько сантиметров каблук у вас? С кофюмой тринадцать, может быть. Ну, не знаю. Здесь метр девяносто пять. Десять. Каблук у меня десять сантиметров. Покажи каблук. Не десять, нет. Десять, ну, значит, сто восемьдесят пять. На два сантиметра ваш глазомер подвел. Хорошо. Я даже не могу представить себе, как можно за вашей спиной замутить роман с кем-то другим. И с кем. Вы такая красавица, такая статная. Я просто крайне доверчивая. И, в принципе, никто романов за моей спиной не крутил, как я считаю, до сих пор. Мне кажется, она ему не подходит. Она слишком шикарная женщина для него. Вы уезжаете куда-то отдыхать, да? Ну, на тот момент у нас уже отношения дали трещину и были не очень хороши. Я уехала просто потому, что мне надо было передохнуть. Скандалы постоянно были. Но разрыва не было, как такового, да? Как такового не было. То есть вы не сказали «прощай», наша встреча была ошибка. Нет, я просто… То есть еще была надежда, что все получится. Я надеялась, да. И тут к вам прибегает подруга, голая, босая, да? Ну, спаси меня, да. У меня проблемы большие. И у меня парень-бандит встречен. А вы говорите, а у меня наоборот хороший, теплый такой, добрый. Да, да. Ну, даже дело не в этом было, просто… Ну, я такой человек открытый. Чем могу, всегда помогу. К сожалению. Либо я поиначе не могу. И они были знакомы. Покляните, что вы больше так никогда не сделаете. Ну, видимо, я поумнела. Да, да. И вот вы поехали к бабушке, а она к вашему. И как? Ну, история вообще была такая, что подруга попросилась, как я поняла, на одну ночь. А оказалось, что она там месяц прожила. Сосала. Да. Она мне вообще не нравится, если честно. Можно быть такой наивной. Мне кажется, она придумала половину. И как вы узнали-то, что она там уже прописалась? Просто меня огорошили. Я просто это осознала, когда она мне звонила, там, через неделю, через две, что это происходит. Происходит что? Ну, что они просто живут вместе в одной, в моей съемной комнате. Ну, как пионеры, видимо, вместе спортом занимаются, борщи готовят. Так вы же еще и за квартиру платили этим голубкам. А у нее что, денег не было, что ли? Она же несчастная, она от пары сбежала, босая и в слезах. А у ее-то парня что, денег не было, раз она с ним была? Знаете, какая история? А в рурке-то были, а наша оплачивалась. Я просто, ну, когда мне мужчина говорит... Они же еще и поучать пытались по телефону и воспитывать, что вот она какая плохая парень, а эта подружка хорошая. Не, ну, когда мужчина говорит, что потерпи, будет лучше, там, новогодний праздник, я заработаю, уедем после. То есть я его пыталась как-то... Говорю, давай все изменим, переедем в другую страну, будем там зарабатывать вот так-то, и будет все классно. А зачем? Она привела, который и готовит, и убирается. Так я тоже как бы готовлю. И спортом занимается, я с ним, понимаешь? Она тоже занимается. Ой, я бы тоже могла бы оставить своего парня со своей подругой, потому что я доверяю людям, особенно своим друзьям. У вас очень красивый бизнес. Да. Вы шьете из кожи питона, да? Да, мне просто это лично нравится, и это случайно завертелось. Я начала шивать лично для себя вещи. А вы где взяли первоначальный капитал? Я заняла 100 тысяч и быстро их отбила абсолютно на перепродаже. Ну, то есть одно изделие... Вопрос, где вы взяли кожу питона? В Индонезии. А сколько вот курочка ваша стоит, ну, чтобы так прикинуть ценовой палет? Ну, 5-7 тысяч евро. Аврора, вы оперная певица. По образованию, и у меня есть проекты, и я как бы и подрабатываю, преподаю оперный вокал. Знаете, да, проблема Анны Герман, у которой рост был 2 метра 10 сантиметров. Знаю, да, так я пока училась, у меня... Ни одного партнёра, с кем бы она, ни одного тенора, они же все с собаку ростом, понимаешь? Да-да-да, вот такие. Я вообще не считаю, что высокий рост, это как-то тяжело. Мне кажется, вся проблема в том, кто думает, что так тяжело жить. Нам высоким людям легко жить. А вот вас в Петербурге называют богемой, это кто? Кто такая богема? Ну, да. Ну, как по моему мнению, богемы – это люди, которые живут немного по иному плану. По какому? Ну, то есть у меня нет работы с 8 до 8 утра, я могу просыпаться во сколько я хочу, у меня есть проекты, которые не прикреплены. Это я тоже богема, значит. Конечно, я и удивилась, почему вы не знаете. Нет, ну, просто богемы, я думала, просто... Богемы – творческие люди. Ну, я хожу на выставки к всем знакомым, у меня очень много друзей художников, я сама иногда рисую масло. А у вас при Даном, вообще-то, дом с видом на этот, на Эльбрус? На Эльбрус, да. А это что за дом такой, кто вам его это... А, да вот, с родителями недавно обсуждали и решили как-то обновить жизнь. Прямо у Роженка? Города Ростов-на-Дону. Вам нравится, Андрей? Не смущает? Нет, не смущает. Вам 30 лет, он вам в отцы годится? Да, годится. У меня папе 50-56 годится. Ну вот, вот я всегда говорю, будет о чем поговорить папе. А мне кажется, что Андрей как-то вообще от киприотского солнца как-то разомлел. Вот посмотрите на Аврору, которая живет в России, динамичная, бойкая, боевая. И вы так что-то как-то растекло-стекли. Ну, такая у них разница, два с половиной поколения. Ты думаешь, что это возраст, да? Конечно. Я еще 12 лет назад здесь скакала, трусы пузырем. А сейчас сижу. Покажите сюрприз. Мне кажется, она все-таки споет нам что-то интересное. Мне прям хочется услышать. Влюблень я, дева, красота, в твой разговор живой и страстный, В твой голос ангельский прекрасный, В твои румяные уста, в твои румяные уста. Дай мне тобой налюбоваться, Наслушаться твоих речей, Упиться песнею твоей, Твоим дыханьем, Твоим дыханьем, Твоим дыханьем Надышаться. Спасибо. Как неожиданно. Рискованный достаточно сюрприз опера, да? На любителя, на самом деле. Я очень люблю оперу. Что вы скажете? Очень интересная девушка. Когда все, да? Как к ней Господь был прямо с любовью, сотворил. Все, дал. Голос какой красивый. Такие низы просто у нее. Аврора, конечно, хорошая. Но мне кажется, она не разбежалась. Если только филиальчик у вас там открыть, Расширить свой бизнес, только так. Живую он мне понравился больше. Мне кажется, между нами что-то пробежало. Аврора потрясающая девушка. Я считаю, что с точки зрения пожеланий Она могла бы составить ваше счастье. Ребята, я не могу представить ее со шваброй на Кипре, Что она отбывает полы, занимается дочкой Андреев Свои 30 прекрасных лет с таким голосом и с такой внешностью. Она только выйдет из этого съемного дома под ручку, Остановится машиной, какой-нибудь киприот богатый скажет Эу, Аврора, ком цумир битте, понимаешь? Ты везет ее в другие страны. Фуф, все, это закончилось. Можно теперь просто наблюдать и расслабляться. Знакомьтесь со второй невестой. Привет, Андрей. Меня зовут Виталина. Мое имя в переводе означает «легкая жизнь». Со мной твоя жизнь будет легкая и яркая. Виталина, 31 год. Мастер по изготовлению керамической посуды. Гордится тем, что преодолела страх воды и переплыла Босфор. Признается, что влюбляется в плохих парней. Предупреждает, что не готова больше года ждать предложения руки и сердца. Виталина закрывала глаза на измены возлюбленных до тех пор, пока лучший друг избранника не назвал ее прилюдно другим именем. Надеется, что Андрей никогда не выставит ее дуру. Да, ну, я надеюсь, что наш жених достаточно плох для вас, чтобы вы за него поборолись минут 8. Я думаю, да. Мне она так нравится, такая красивая, такая домашняя, такая русская красота. А какие у вас критерии отбора в плохиши? Да, интересно. Я не знаю, это как-то само собой происходит. Это мое подсознание, наверное, выбирает. Кто считается плохишом, давайте договоримся. Вот на кого считать? Мальчишки так себе. Для меня мальчишка плохишек, который гуляет, который еще не насытился женскими прелестями. Бабник. Бабник. Изменник. Да. А вы можете своим, значит, глазом-алмазом сказать, какой рост у нашей Виталины? А, метр восемьдесят... Два. Нет, метр восемьдесят. Пойдем быстренько, понимаем? Ну, вы знаете свой рост? Конечно. Метр восемьдесят. О, метр восемьдесят, погадал. Слушай, может быть, он бывший учитель геодезии. У меня тоже был учитель геодезии, он тоже раньше на глаз так, знаешь, определял. Ножки какие красивые. Так, ну давай. У меня метр семьдесят восемь без каблука. Усохло, что ли? Ну, конечно. А у тебя метр восемьдесят, правда? Метр восемьдесят был? Был. Все, уже нет. Все. Бери, одевай. Лим, глазомер наш. Ну, вроде правильный. Давай я пока подарки раздам, пока на это, а то долго ходить будет она. На. Давай, спасибо, Рост, тебе за подарки. Слушай, ну, мне кажется, цветы в качестве подарка слишком банально. Вот то, что я принесла, я думаю, Василиса точно оценит на самом деле. У вас сколько этих плохишей-то было? Один. А-а-а. И он вам изменил? Да. И вы решили, что они все такие? Обиделась немножко на мужчин, но сейчас уже прихожу в себя. А что за ситуация была в Сингапуре с перепутыванием имен? Все мне надоело, я решила поехать в Ашрам. Ашрам – это индийский храм, и я решила туда поехать мыть полы на три месяца, все договорилась. Ну, думаю, ну, сначала поеду заработать денежек, так как я работала моделью раньше, поехала на модельный контракт. И что? И вот, я влюбилась в мужчину, с которым мы были вместе два с половиной года, и так осталось в Сингапуре на два с половиной года. Он был соотечественник? Нет, он американец. Он уже жил 17 лет там. И вот, все как у людей, он собрался на рыбалку, да? Ну да. Интересно, а как в Сингапуре ездят на рыбалку, мне даже интересно. Все как у людей? Все как в анекдотах. Червей с утра накопал, да, Сингапурский? Нет, он сказал, что он с сыном поедет на рыбалку, и там не будет никаких девушек. И они поехали на рыбалку, но не знаю, была ли там рыбалка, но по Инстаграму я определила, что там была не рыбалка, а встреча с другой девушкой. Я не понимаю, как от таких красивых девушек уходят мужчины гулять. И вот вы увидели в сети? Вот, я психанула, разнервничалась, собрала вещи и уехала домой. Естественно, он через некоторое время приехал, плакал, говорил, что там ничего не было, это просто подруги. Я себе понапридумывала, и плакала, обещала, что такого больше не повторится. Не повторилось в рыбалке, больше не было? Ну, рыбалка не повторилась, а бизнес-встречи повторились. Вам нравится, Андрей? Ну, да. А вы правда прям в Асфор проплыли? Да. Не на яхте, а вот прям вручную, да? Да, вручную. А сколько плыли? Час сорок. А кто-нибудь контролировал, рядом плыл? Естественно, это заплыв, это заплыв интернациональный. Ну, то есть, если бы что, вам бы помогли? Естественно. Ну, я бы тоже так поплыла. Покажите сюрприз. Мне интересно, что же это придумало? Не очень интересно. Будет она петь? Так как мое хобби тоже рисование, я хочу, чтобы мы создали нашу первую совместную картину. Это будет такой арт-объект. Мы будем делать все, что хотим. Давай окунем ноги, в какую краску тебе удобно. И здесь, на этом полотне мы будем рисовать. Это удивительный сюрприз, на самом деле. Это очень круто. А руки будете окунать? Конечно, будем. Давайте, порасслабленнее. Можно и руками. Танцуйте. Можно просто взять. Это вы художника сейчас, да, учите? Да. Как можно и что? Вот так вот просто. Это вы такой сюрприз дарите Андрею, да? Да. Это картина ему в подарок будет, правильно? Андрюш, куда повесите? Куда повешу? Ну, сначала у нас закончить, посмотрим. Вообще, конечно, такой сомнительный сюрприз для художника. Очень. Так это же наша совместная картина. Ага, я понял. Мы же собираемся вместе жизнь строить. Надо же с чего-то начинать. Да, да, да. Ну, и того. Испортили 5 литров краски, 2 пары сапог, 2 комбинезона. Здесь будет портрет. Я так понимаю, можно бесконечно, да, там усовершенствовать все? Отлично. А сейчас мы вам покажем, что у нас все-таки вместе получилось. Мы поднимем картину. Я прям даже догадываюсь, что это. Ну, спасибо. Мне кажется, мы должны позвонить. Алло, Зигмут Фрейд, на связи. Помоги нам определить, что это. Жаль, картина не досохнет, не сможем с собой вести. А как вам кажется, как администратору и менеджеру, может вот такой акт вандализма красочного отбросить назад карьеру художника? Я думаю, нет. Андрей участвует в очень многих перформансах. Он со многими очень делает ивенты по типу шибари, где людей связывают, сверху их красят и красят ногами. Так что это цветочки. Что красиво связывает людей? Ну, это сегодня. Это более такой. Блин, столько эмоций переполняет. Не знаю, что еще говорить. Ну, все было классно. Мне понравилось. Ну, и как вам Виталина? Она красива, но она еще не сформировалась, как женщина. Так ей же тридцатник, старуха уже. Да причем тридцатник и внешние данные. Я же говорю, что есть внешние данные, а есть как бы человек готов вести, назовем так, нестандартную жизнь или нет? Я на самом деле в шоке от того, что он считает ее неформировавшейся личностью. Это еще раз подтверждает тот факт, что он максимально закрыт для меня. Очень жаль, что вы не рассмотрели Виталину. Потому что я считаю, что по своему типажу плюс жизненным обстоятельствам, она тот человек, который еще могла бы вас рассмотреть. Или вы могли бы рассмотреть ее. Пускай даже нет какого-то сразу притяжения. Но хочется яркой запястья, ногти, волосы, сексуальной, юной. Когда не видать ему мировой карьеры вообще как своих ушей. Хорошо. Знакомьтесь с третьей невестой. Проходите. Привет, Андрей. Меня зовут Катя. Я уже украсила несколько обложек. Надеюсь, украшу твою жизнь. Понял? Екатерина, 31 год. Топ-модель. Репетитор по английскому языку. Недавно обосновалась в Москве. Гордится тем, что работала с известными брендами и знакома с голливудскими звездами. Предупреждает, что интимная жизнь у нее стоит на первом месте. Единственным недостатком возлюбленного Екатерины был штамп в паспорте о заключении брака. Надеемся, что Андрей свободен и открыт для новых отношений. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не с пустыми руками, я с сюрпризом. Это пазлы с предсказанием. Можно я начну? Пазлы с предсказанием. А вы заодно присмотрите, какой рост у нашей невесты. Пожалуйста. Метр семьдесят семь. Это пазлы их потом надо собрать. Спасибо. Нет, мне кажется, метр восемьдесят есть. Сколько там у нее? А? Нет. Сколько у вас рост? Сто семьдесят восемь. Ну, я на сантиметр раньше его знаю. Все, ладно, не надо. Все уже сказала. Ну, такая яркая блондинка, худая. Яркие губы. Посмотрим, как она ему подойдет или нет. И с кем вы лично из звезд Голливуда знакомы? Леонардо Ди Каприо, Джастин Бибер и Джаред Лето. Ну, вы с ними сфотографировались просто? Конечно. И познакомилась, пообщалась. Ну, Джастин Бибер, он мальчик к мальчикам. Леонардо Ди Каприо, ну, так себе. Ну, как вы считаете, если им скажут себе? Что вы сейчас сказали? Как вы могли? Что это он так себе-то? Ну, не знаю. Я не больше транса Джаред Лето. И, конечно, когда я с ним познакомилась, А если им покажут ваши фотографии, они вспомнят о вас? Конечно. А, так вы с ними что, и общались? Общалась в Йокке, когда работала моделью. Телефон есть у вас? Вы можете набрать и сказать, привет, это я, Катька, из России? Нет, набрать не могу, к сожалению, потому что я Леонардо Ди Каприо не оставила свой номер. Не осталось его номер? Вот дура. Нет, я не оставила свой номер. Да, честно, может быть и дура. Ну, я бы Ди Каприо тоже не дала бы свой номер телефона, там такие тусовки. Он, видимо, я предполагаю, что он вообще не запоминает лица девочек. Давайте про вашего мужчину со штампом. Он не был звездой? Нет, я познакомилась с ним на одной из вечеринок в Майами. Он, естественно, покорил меня. Я росла без отца, мне нравятся всегда взрослые мужчины. Покорил меня заботой, ухаживанием. И вот мне уже время улетать. Он говорит, я тебя люблю, ты все сделала для тебя, будь со мной. Я недолго сопротивлялась. Он мексиканец был, надо сказать. Мексиканец, но он живет в Америке, у него там свой бизнес. Ну и фазеночка, наверное, тоже нехилая там, да? Честно, я об этом не узнавала. Он покорил меня тем, что пригласил на свидание в музей. Нет, вы же жили у него. Да, потом я первое свидание меня пригласил, и потом он предложил переехать. И я согласилась. Собственно, с этого дня мы уже были вместе, жили, ходили в кино, театры. Но был один нюанс. Так как он мужчина при деньгах, он любил тусить. Ну, интересно, готова ли она к серьезным отношениям, потому что все-таки брак – это не тусовка в Майами, в Голливуде. И однажды он мне говорит, ой, я там завтра уезжаю в Каны. Я говорю, а как же я? У меня заканчивается виза, я не могу, если я с тобой улетаю сейчас в Каны, то обратно в Америку я не возвращаюсь. Он, все нормально, летим в Шанхай. Открываю визу в Китай. Ну, я полетела в Россию. Пока я открывала визу, мне позвонила знакомая, она тоже была в Канах, говорит, видела тут твоего. Он был с какой-то дамой в социальных сетях. Я нахожу фотографию этой девушки с ним и с детьми. В итоге я принимаю решение уже спустя трех месяцев. Говорю, я возвращаюсь в Америку. На что он говорит, да, конечно, но есть один нюанс. Я должен тебе кое-чем признаться. У меня как бы есть другая. Это оказалась жена. Послушайте, ну, если он такой тусовщик, может быть, он вообще ваши отношения не воспринимал как серьезные. Но тусил и тусил, и вы были одна из... Скорее всего. Мне кажется, она ему тоже немного понравилась, но думаю, что я все-таки понравилась больше. Судя по вашей истории, вы выбираете мужчин богатых и очень богатых. А у нас вот Андрюха, ну, бедный художник. Почему бедный? Сколько картин? С декаприя, конечно, но вы бедны. Относительно декаприя-то. Относительно. Ну, да. Если хорошо вложим, то... Нет, это не я выбираю. Просто, понимаете, в модельном мире они как-то сами встречаются. Нет, вы как бы готовы переключиться на простых? Конечно. Если она кружит, забота и любовь, я ищу любовь на самом деле. А, кстати, вот у вас на первом месте секс, а у вас на каком? На втором. А на первом? А на первом? Картины, искусственные, наверное, работы, да? Ну, я думаю, да, душевные. Для меня мысли Андрея – это прям потемки. Я понятия не имею, что он в конце скажет. Смотрите, он вам годится в отце, Андрей. Вам 31 год. Вы такая красавица. Что вы так себя не любите. Кипр непонятное, что там, ничего. А там не падает ничего. Там падчерица в пубертате, которой 13 лет. Съемное жилье. Съемное жилье, оно же и студия, оно же и магазин. Мы запугали. Нет, мы просто так впечатляем. Падчерица. Нет, на самом деле, Андрей мне импонирует, как мужчина, честно скажу. Мне просто кажется, он тут зажался. Тогда совет до любой. Мне кажется, надо просто пообщаться в метрах. Я вас не понимаю. Да, сегодня Андрей немного. Какие-то пальцы у меня 30 метров всегда. Вот я жил у моря в 30 метрах. Хочешь, купайся каждый день. Все ближе, Андрей. Все ближе. Ближе, чем 30 метров. И что? То есть я живу там, где мне нравится. Все это время я жил с женщиной. И 19 лет последний я прожил с женщиной. И это время прошло. Вам уже 53 года, и вам нечего предложить. Понимаете? Почему? У нас принято говорить, что только у женщин время проходит. Но тут пришел момент, когда и ваше время прошло. У вас полно нарисованных картин, которые продаются. 53 года прошло время? Конечно. Это кто сказал? Прошло время снимать молодых девочек 18 лет. Вам нужна музыка, которая будет вам подстать по возрасту. Которая будет помогать вам вести хозяйство. Может быть, даже будет обожать ваше творение. Заниматься дочкой. Да, мыть полы. Да, да, да. Давать уют. Ну все, вы обрекли меня. Я понял. Ну что, сюрприз покажите. Боже мой, что же она сейчас будет? Интересно. Что она может сделать? Топ-модель. Боже мой, не знаю. До нее никогда никого. В этом городе, как в казино. Тут обилии шикар, поезд, ошибок. Он ставит все на зеро. Она ярче, чем всех, кого знал Её имя усеет на устах Она пахнет свободой, как девушка-понда Гулял в ветер, папа Его глаза — это свет, далека нет Её любовь — это мир, но как повторить Спасибо, девочки Спасибо Ну, это провал, всё Сто процентов не понравилось Но, мне кажется, выбор очевиден Ольга, что вы скажете? Мне девушка очень понравилась, но я посоветую Андрею, наверное, вторую Я так понимаю, что, конечно, на вас произвела впечатление Екатерина Дерзайте, она не сказала нет Если зайдёт к тебе, ты выйдешь к нему? Не знаю, мне кажется, что он немного как-то зажался Может быть, если мы с ним пообщаемся в реальной жизни, может, он по-другому раскроется Аврора мне тоже очень понравилась оперная певица Она восхитительная, обворожительная Она, конечно, звезда, и героиня этой передачи, она должна будет сидеть на вашем месте И за неё должны бороться мужчины Да, согласен Вот, Роза, всегда наговорю своим невестам Помните, мужья как костры, отходить далеко нельзя И постоянно надо полено подбрасывать Ну, если провести аналогию относительно вас Вы хотите в свой костёр в качестве полен молодое тело, в общем-то, подбрасывать Чтобы, ну, чтобы горел костёр-то, понимаете? Ну, вот на уже таких, как я, с метафорами у тебя всё очень сильно А если хочешь, чтобы костёр погас, достаточно в него просто... Понимаешь... Это, знаешь, какой-то... Ох, старостник и старостник радости Да нет, ну, конечно, никого Ну, про что мы говорим? Ну, почему? Екатерина прям прекрасная А что Екатерина... Ну, а значит, что у неё родителей нет, что ли? Что она себе хорошего мужа не найдёт? Я просто счастлива, что Андрей, художник, редкая профессия сейчас С 53-х лет, со своими амбициями на мировой господство сегодня к нам пришёл Потому что вы своим приходом продемонстрировали классический тип поведения мужчин-знака-стрелец Ну, у него два пути Либо он не выбирает никого Потому что, если говорить вот по-серьёзному То, мне кажется, прям сильно его никто не задел А если из разряда попробовать, то, ну, тут вариант очевиден, как бы Мне кажется, вы были удивительно глухи к нуждам женщин Вы удивительным образом не понимаете, что вы не представляете собой большого интереса для женщины 20 лет и ростом 1,85 метра Извините, пожалуйста При этом вы какого-то и творческого азарта не показали тоже Я не увидела у вас какой-то творческой жилки, мечтаний, вдохновения Не увидела прямо здесь И у меня сложилось впечатление, что ваш администратор притащил вас на программу Чтобы вы сделали вид, что вы женили, чтобы как-то сделать вам реноме Ну, я вам сказала с самого начала Я считаю, что если мечтаете о мировой славе Ну, давайте отказываться от вот этих вот иллюзорных мыслей о браке Идите к Екатерине Да, мне тоже такая Мне кажется, она красавица Последняя Последняя Мне кажется, с ней надо выйти Даже если ничего не сложится иметь, ну, в подругах Она лёгкая, с такой улыбкой, лёгкая на подъём Почему нет? Попробуйте Хорошо, то есть я могу идти? Да Куда хотите Ну, вообще по его параметрам я как бы подхожу А там посмотрим Я приглашаю всех выйти и поддержать Андрея Ну, я вас выбрал, потому что, мне кажется, мы почувствовали друг друга Есть такое Из той же оперы Ну, есть, да, интересно Вот такая у нас красивая пара Андрей и Аврора А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам Давай, поженимся Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok